И если сейчас LGD China выиграют, и соответственно выиграют еще YG, и LGD International выиграют от ONGFU, то в финале могут быть опять две команды LGD, и тогда по-любому победит LGD. Кто-то будет явно травить эту избитую уже до невозможности шутку. Но пока LGD имеет все шансы не выиграть. Эти VG какие-то, я не знаю, я их кстати ни разу вообще не видел, ни разу не смотрел ни одной вообще их игры, и сейчас наверное тема интересна. Может быть кто-то из присутствующих тоже ни разу не видел их игры, и соответственно это некую долю интрижки привносит LGD топовый коллектив китайский, который крушит и крушит много-много-много кабан. Но смогут ли они выиграть сегодня у VG, увидим. Банец, Бэтрайдер и Никс, LGD вычеркивают лон друиды и антимага, двух таких жестких керри героев. И забирают Магнуса. Дарксир, Луна. Ну пока еще особо ничего сказать нельзя, вот хотя бы первая стадия пиков пройдет, тогда уже можно будет начать там как-то анализировать, пытаться понять через какую, какой стиль будет игры у LGD и какой стиль игры будет у VG. Кто из них будет более агрессивным, или может быть они оба выберут какой-то терпильный пик и будут фармить 50 минут. Такое мы уже видели. Резервное время потекало, нужно двух героев выбирать товарищем LGD. Ну а ничего-то как-то... Пики китайцев, они на самом деле не особо похожи на пики европейской доты. И тут аналитику вести... Ну в принципе ее можно вести, примерно предугадывать то, что будут брать команды, если пересмотреть кучу игр. Прокомментирую. В принципе я немало игр уже отстримил, более-менее уже... Ну примерно уже знаю, что эти ребята любят пикать, но вот сейчас почему-то я даже предположить не могу, что они все-таки возьмут. Но если они сейчас не возьмут какого-нибудь Воида, то Кири героев перебанят. Но вот видите, все-таки я еще все-таки что-то понимаю в китайской доте. Просто я хотел, не до ними, не дали даже договорить мысль про Воида. Если они сейчас не возьмут Воида, то на второй стадии всех остальных Кири забанят уже ВиДжи. Если сейчас не взять Кири героя, а оставить его, так сказать, на потом, на вторую стадию, то LGD забанили на первой стадии антимага с лондруидом. А ВиДжи забанят трех Кири героев на второй стадии, так как у них уже есть луна, и им Кири герои больше не нужны. Оппонентам оставлять, естественно, никто не будет. Ну вот они все-таки взяли себе Воида и Рубика. Рубик один из, наверное, самых часто пикаемых персонажей вообще в китайской дотасцене. Этот товарищ очень и очень... Ну вообще, грамотный Рубик может переворачивать игры. Рубик со своей ультой, который имеет очень маленький кулдаун, и предварительно изначально, да, до начала файта, уже имеет какую-то чужую обилку довольно полезную. И потом еще в файте какой-нибудь Эклипс Луны, например, сворует, или там Вакуум Дарксира, или он Дисрапшн, Шадоу Демона, Сулкейд, и тут воровать просто все, что хочешь. Огромное количество пока обилок, которые можно реально своровать и будет полезно. Ну начинается у нас вторая стадия банов. Шадоу Демона допикали ВиДжи, и сразу в бан улетает Дазл. Ну Дазл... Дазл, 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 Дазл. Ну если честно, даже не знаю, почему его забанили. Видать, какая-то у них стратегия своя, какой-то свой стиль игры, и какая-то есть наработка. И Дазл в этой, видать, наработке играет какую-то ключевую роль, и все-таки решили его забанить. Ну я не знаю вообще, по какой причине можно банить Дазла. Вот реально, как-то по-моему... Хм, ну они забанили. Зомбарь вылетает. Так, закрою окошко. Так, вы учеркнули зомбаря, в ответ банится Энигма и Котел. Два саппортящих персонажа. Ну тут у ЛГД не хватает как раз-таки саппорта и что-то типа мидеры, наверное. Ну вообще Магнус может пойти на мид, но скорее всего его отправят на харду, как обычно это делается. А может быть и нет, это китайцы. ВИДЖИ, у них есть хардлайнер Дарксир, Луна с Шадоу Демоном, которые в принципе тоже могут пойти на хард, там добрать какого-то саппорта, пойти на харду, а Дарксир отправить на изи. То есть тут тоже куча всяких разных вариантов. Дарксир может вообще в лес пойти. Черт его знает, короче. Ну если по стандарту, то ДС топ, Шадоу Демоном, Луна и Зилайн. И там еще один саппорт и какой-то мидер нужен. А у ЛГД, да, вот они мидера все-таки взяли, получается еще один саппорт и поехали. Темпларка значит у них будет мид. Ну раз темпларка мид, то Дарксир, я думаю, уже тоже будет мидовый. Против темпларочки мы не раз видели, как стоит Дарксир. Вроде как неплохо. Нельзя сказать, что Дарксир как-то прям гнобит темпларку. Но все же стоит он против нее неплохо. На фоне остальных героев. Лешрак. Лешрак Теширак. Ух ты, какого агрессивного саппорта решили взять. Ну с Линой, Рубиком, Воидом тут не только фармить. Тут и в принципе драться можно довольно неплохо. Вот мне только интересно, как они расставят свои лайны. То есть трипла будет на триплу идти или как-то там они... Что захотят ВИДЖИ сделать? Вот это вопрос. Потому что ВИДЖИ могут постараться найти триплу оппонента и поставить трипла против триплы. А могут обе команды сделать так, чтобы стояли там на тотальном фрифарме и не парились. То есть это тут уже будет зависеть от того, чего захотят. Чего захотят именно ВИДЖИ. Потому что эти вряд ли захотят поставить на... На харду куда-то свой триплайн. Воиду все-таки... Ну Воид не самый боевой герой. Прямо так скажем. Ему надо пофармить. Силар у нас будет играть на Воиде. Си... Лина, ДДС, Рубик. На Темпларке Ксио. И Яу Магнус. Вот так. Икс Вай. Вай Икс Вай. Какой-то Шадоу Демон. Икс ТТ. Отличные никнеймы. Прямо вот... Краткость. Сестра Таланта. Шадоу Демон. Сидм. Брюмастер. С Ти. С Ти, боже. Ужас. Луна. У них типа больше трех букв в никнеймах нет, да? А нет, есть один. Фенрир. Фенрир. Лишерак. Лишерака, кстати, я что-то провтыкал. Ну, не самые известные китайские дотеры. Может просто я такой, что для меня они неизвестные. Но я лично их игры не наблюдал. И именно вот этой команды вообще ни одной игры не видел. Как всегда, чай на дота... Чай на интернет. О! Чай на интернет всегда радует нас своим... Своей стабильностью. Никогда ни один игрок не вылетает. Может это не интернет, может это компьютеры. Но скорее всего интернет. Обычно они там пишут, типа, о, у меня пинг 3 миллиона. И я играть не могу. И все такое. Ну, это... Такое дело... Не могут китайцы ничего сделать. А, ну, вообще зашибись. Пинг. Соса. Сейчас все начнут писать пинг. Один написал. Сейчас следующий пинг. Второй пинг. Третий, пятый, десятый. Вот так вот игры и затягиваются китайские. Просто непонятно. Ну, неужели они настолько убогие, вот... Что не могут себе как-то... Китай... А интернет такое говно, что плакать хочется. Да, да. Именно из-за того, что вот такие вот задержки, игра... Больше смотришь на паузу, нежели на игру. Если еще игры затяжные, то вообще борода. Потому что если игра затяжная, то на протяжении этой игры по-любому еще раз в 200 нажмут паузу. Это будет вообще ужас. Родной значок паузы. Так, ну что, они вернутся? Или все? Им пик не понравился. Тут вообще, по-моему, вместо того, чтобы возвращаться, их становится все меньше и меньше. Лина вылетела. Вначале что-то зареконектилась, потом подумала, да ну и в жопу. Налипанул. О, Shadow Demon вернулся. А, это Darkseer. И Shadow Demon, и Darkseer начинают возвращаться. Хорошо. 32 тысячи долларов. Насколько я помню, бабки за первое место. 8 тысяч долларов за второе и 1600 долларов за третье. То есть, за первое место на порядок больше. И надо побеждать обязательно, брать первое место. То есть, иногда бывает, да там турниры, на которых, например, за первое место 10 тысяч долларов, ну, к примеру, за второе место, да, за второе место, там, ну, 5-7 тысяч долларов. То есть, разница там не совсем огромная. Ну, в два раза максимум разница. А здесь, по-моему, в три или в четыре раза получается там разница. В четыре раза. Да, 32 тысячи. Ну, да. Короче, я просто не помню, то ли 32, то ли 36 тысяч. Я точно не помню, но почти в четыре раза разница между первым местом и вторым. Это серьезно, конечно. Так, гоу-гоу-гоу. И цифра тоже довольно такая неплохая. 32 косаря баксов. Так, оп. И сорвал. Что расходится по лайнам, к счастью, ребята все-таки с интернетом своим разобрались. С этим, это довольно такая, мне почему-то иногда кажется, вот вы не заметили, что во всех играх в начале ставятся вот эти, делаются вот эти непонятные реконекты. Вернемся к этой теме. Мне почему-то кажется, что это с чем-то связано. Что-то неспроста. Потому что на протяжении бана пиков никто почему-то не вылетает. А как только начинается игра, все сразу куда-то деются. И причем это всегда в начале игры делается. Как будто это специально для чего-то, для, не знаю, для чего. Может китайцы как-то это время для чего-то используют. Ну, я не знаю. Мне такое просто ощущение складывается, что организаторы просят у игроков, чтобы они в начале игры сразу там куда-то вылетали. Делали вид, что якобы вылетали. И потом через там какое-то время реконектились. Просто, ну, потому что все, все команды ни одной игры на G-лиге, вообще ни одной, не было, чтобы не вылетал кто-то. Всегда вылетают. И тут само по себе напрашивается уже такое... Такая мысль сама уже лезет в голову, что, а может это специально? Ну, потому что, ну что изменило? Опять пауза. Нет, походу не специально. Походу просто у них раковый инет. Нет. Никто даже не вылетел. Так, ничего себе. Центричник. Сразу развардили. Прям знают, где вард. Все самое интересное, что трипла вообще какая-то читерная. Луну поставили, значит, они на изи-лайн. А здесь трипла с Дарксиром. Дарксир, Лишрак и Шадоу Демо. Довольно интересный такой трипл-лайн выходит. Тут темпларка против брюмастера. Ну, тут, я думаю, брюмастер будет, конечно, немного проседать. Но, в принципе, в принципе, это не самое страшное. Певчанский ему будет поить. И за счет этого как-то на лайне будет несложно стоять. А вот здесь, а вот здесь я не завидую Силару. У него Крипстат 1 на 1. Пока ему фармить особо не дают. И вообще, фармить ему здесь, скорее всего, не дадут. Пока что-то не произойдет. Типа Ганга, не знаю, там темпларка, может, придет. Или Магнус там получит шестой. Придет вниз. Вот это вполне, кстати, вероятный расклад. И будут терпеть именно до этого. Кстати говоря, посмотрите, как неплохо-то продамажили. Дарксиро, Дарксиро прячут. Лина станом промахивается. Засейвили. Ну, вот он Disruption. Вот он именно для этого и нужен. Чтобы комбинация Телекинез плюс Стан Лины не прокатывал. Все четко делают. ВИДЖИ. Версута Гейминги. Да, в чате пишут Версута Гейминг. Ок. ОК. Г. Они задрали уже со своими паузами. Что вообще там делают? Ай, поставлю паузу. Чтобы жопа зачесалась. Я не знаю просто, к чему такие паузы. Я не знаю, глаз задергался. Поставил паузу, подождал. Так, дабл дэмэдж. С этой руной даже что-нибудь придумать можно. Пойти покуролесить, как говорит пингвин. Оставляют руну Брюмастеру. И он сейчас должен, по идее, пойти ее забрать. Но просто влайн, ну типа у нее нет тапка. И он... И руна, ну довольно далеко находится. То есть, да вот этой руны поближе идти. Хотя тут, по-моему, без разницы. Вот за радиант, вот до той руны точно ближе идти, чем до этой. Это точно. Хотя и за дайер, по-моему, так же. Ну вот, посмотрите, он пока шел, просрал пачку крипов. Просто пачку. Три крипа сдохло, а четвертый его заластитить не удалось. То есть, из-за вот этой руны. Проще, мне кажется, было бы все-таки Шатал Демона ее забрать. А ему бутыль забудить. Может, нет. Зато, смотрите, как он сейчас с ДД по чайнику выдает. Неслабо. Четвертый левел. Бларка тоже четвертый. Но посмотрите, сколько тут еще экспы. Если сейчас Брюмастер хорошо постарается, то может наденать. Нет, что Брюмастер только по чайнику получил от Таура. Переагрессировал. Луна 10-6, тут 10-15-4. Ну, у луны получше крипстат, у нее и демеджа побольше. В принципе, спокойно стоит себе луна против Магнуса. Ну и Магнус не особо проседает. Посмотрите, у него сколько хилок. Он практически ничего не потратил. Он Боттл обузит, только и не парится. Тангусики и Фласки ему тратить не приходится. Темпларка тоже обузит Боттл. Пытался так вот сходу хитро. Там же тапка нет. Там есть Инвиз и Маннен Рефракшн. Нет, кстати, слушайте. Это же вообще. Ну вот он и Боттл. Теперь уже есть Маннен Рефракшн. Ксео пошел пилить его. Тапочек и руна Инвиза проперся, проперся на руну. Кстати, Бримастер был ближе к этой руне, если бы он сразу пошел на нее. Она появилась уже довольно-таки давно. Так что надо было постараться. И вижен у него был. Тут оба имеют вижен. То, что руна на топе. И Бримастер был чисто позиционно ближе. Зафейлился. Реально. Реально зафейлился. Темпларка была здесь. Бримастер был здесь. Естественно, если бы он пошел, он бы ее забрал от урона. Ну, ФБ мы пока, походу, не будем наблюдать еще ближайшие пару минут. До тех пор, пока Магнус ульту не получит и Луна ульту не получит. И тут будет решаться. Либо Луна сделает на ком-то ФБ. Ну, типа на каком-нибудь Магнусе, например. Либо там какой-нибудь гангер припрется. Помогать Магнусу убивать Луну. И может отъехать от Луны. Либо Магнус сам пойдет гангать. Скорее всего, этот вариант самый вероятный. Он пойдет вниз на какой-то ганг. И там прольется куча крови. А эти товарищи хотят напасть. Смоуки. Тут уже 2-го левела щит. 2-го левела стан. И сулкетчер. У-у-у. А сейвить-то особо нечем. Вот, например, если поймает Рубика, уже все. Его здесь ничего не спасет. Войд-то упрыгает. У него 2-го левела таймволк. На Войда нападать, я думаю, бессмысленно. А вот на Лину либо на Рубика вообще изи. И, по-моему, там даже вдвоем. Лишрак с Shadow Demon. По-моему, даже вдвоем справятся. Там еще просто потычки придется сделать. Эх. Все-таки не напали. Ну, что ж такое-то? Дотеры. Китайские дотеры иногда забывают. О том, что нужно еще и убивать друг друга. Ну, точнее, то, что можно убивать друг друга. Потому что они просто, не знаю, завтыкали как-то. Немножко запамятовали. Но тут придется тратить ульту. Или умрешь. Если клэпнет, то маны на ульту не хватит. Он клэпнул! Ай-яй-яй! Что вытворяет Брюмастер? Зажадничал ультимейт! Братиюня! Ты только что такую ересь вытворил. Что я бы тебя зарепортил за такое. Да. Зажал ульту? Не, я понимаю, это ульта. Я понимаю, что она имеет 180 секунд кулдауна. Но ты бы не отдал. Ферст Бладу не отдал. Кран! Боже, какой он кран. Ну вот. Дабл дэмэдж еще взял. Фейзы. Нормально. Вот так. Зато ульту не потратил. Молодец. И опять фарма гейминг продолжается. Лина чего-то, 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 чего-то побаивается. И правильно делает. Я вообще тут не знаю, почему. Ну, наверное, знаете почему? Потому что Рубик и Лина не подставляются. Потому что они вот так вот сзади далеко-далеко держатся. И вот поэтому... Оп-поп-поп-поп телекинезом хотел под Тауэр. Но не получилось. Не получилось. Пошел опять. А, нет. Я думал, пошел контролить руну. А руна-то еще не скоро появится. Вот от Воида тут неплохо подпилили. Кстати, подслуг вечером. Ну, не знаю. Нападать на Воида не самая хорошая идея. Потому что там уже Рубик поможет. И Лина поможет. И вот сейчас тут приходит просто товарищ с дабл-демеджем. Миллион урона. Еще один хит. Нет, не убьет. Этот хит не убьет. Брюмастер. Певчанский напоил. Брюмастеру не хватает. Опять маны на ультимейт. Брюмастер отъезжает. Да что ж, братюня, у тебя сегодня игра-то так не складывается. Ну, что ж ты ману-то рассчитать не можешь? Ну, нет. У тебя миллион маны. Ну, что ж такое-то? Ай-яй-яй. Брюмастер, брюмастер. Торопится он юзать стики. И в итоге прожимает их, когда там, не знаю, два заряда. Они ничего не заполняют. А вот если бы он нажал, когда много было зарядов, тогда бы и на ульту хватило. Брюмастер фейлит очень знатно. А вот у него, сколько, 130, получается, 255 только ульта и клэп. А еще полтинник, вот эта штука. То есть ему вообще лучше певчанский не юзать. Лишний раз лучше обилки не тратить. Вот дает. 0-2. Взяли брюмастера. Не, по-моему, эти VG вообще никакие. И против них LGD играет, как против детей. Я вообще не знаю, почему LGD так терпильно играют. Может они просто 5VG как-то... Ну, может бывают такие игры, что фейлят. На самом деле, многие топовые организации китайские, там, те же Decay, тоже могут как-то очень жестко нафейлить. И потом всю игру... Даже и не скажут, что это Decay. Ну, там, в следующей игре они соберутся и покажут. Кто знает, может и здесь так будет. Но если все таким вот образом будет продолжаться для VG, шансы никакие. Но у них фармит луна, понимаете? У них есть луна, которая на 9-й минуте имеет 47 крипов. И это гораздо больше, чем у Войда. Войд там вообще рядом даже не стоял по фармам. Его еще постоянно прессуют. Постоянно всякие какие-то непонятные танки приходится покупать. ПТ и стик. А этому у него оставляют желать лучшего. Здесь же и левел больше, и золотишко поболее будет. Ну, тоже, конечно, не супер-пупер шмотки. Но G10-е минуты вполне крутые. Так, темпларка на хосте. Брюмастер... Вообще, темпларка могла бы идти за ним до Берлина. Все равно Брюмастер ульту не юзает. Брюмастер предпочтет умереть, но не потратить ульту. О-о-о! На Магнуса нападают. Стан по таймингу. О-о-о! Попадает стана молния. Но этот сквер-товарищ-то успел заюзать, но вряд ли его это спасет. Да, он все-таки отъезжает. Не показывается, кто его убил. По-моему, его убила луна. У луны же не было фрагов. Да, появляется у луны фраг. Лина убивает Брюмастера. Последний, да? То, что было... Короче, ясно все. Темпларка под инвизом. Все руны контролят Ксяо. Он практически ничего не оставляет. Ну, плюс ему, наверное, отчасти везет. А Брюмастер тоже такой... Не самый, так сказать, грамотный дотер. Во всяком случае, игра у него идет не очень. Может быть, он получше играет. Просто сейчас так как-то. Но, в данный момент, его игра оставляет желать лучшего. Брайсеру луны уже скоро будет. Красава. Он ласт хитит. Все четко делает. 62 крипа за 11 минут. Он один на один стоял. То есть, он там не стоял, так сказать, на тотальном фрифарме. Типа, какая-нибудь трипла или дабла против соло-героя. Которого саппорт гоняет. О, хроносфера. Решили забить Дарксира. Стан после хроносферы. Прям вот... Прям под самый конец. Четко все делает Лина. Тибейт готов. Можно... Получила, точнее. Можно теперь идти... И кого-то убивать. Буквально пару кликов. А вот он пару кликерный... О, ну, 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 ну. Спалили, спалили. Пацан берет ДД. Ай, Рубик не успеет. Не, не успеет. Нет, успел. Посмотрите, телекинез. Лина, стан. Ай-яй-яй, Лина. Ну, что ж так. Ну, кстати, на ульту все равно маны не хватало. Но есть стики. Не, хватило бы маны на ульту. За счет стиков. Вот, зафейлился здесь. Идет же, идет. И посмотрите, убьет сейчас Рубика. Брюмастер. Ну же, давай, родной. Что ж ты не нажал? Да, убивает. Магнус здесь сквером уводит огненного элементаля. А Брюмастер... Оп-оп-оп, отсюда по тапкам. Уйдет. Замедлили. Могут быть проблемки. Но тут дисрапшн. Запрыгивает темпларка. Боже, там урона. Просто миллион. Еще один хит отъезжает. Отъезжает Брюмастер. В сулке черта висит, но только... Только, к сожалению, для... ВИДЖИ дамажить некому было. Что там, луна? Луна, барабаны. 13 минут игры. И вот мне что-то подсказывает, что больше у нее фарма не будет. Вот 13 минут игры. Очень крутые шмотки, транквилы, аквилы, крейджиные стики и барабаны. Очень хороший набор айтемов. Ну вот, запомните. Через, например, минут 7 к 20 минуте у него больше ничего путевого не появится. По идее, по плану, должны появляться какие-то БК... Какое-то БКБ. Так, сразу же ТП-сейв. Должен появиться там Огрклаб. Митрилхаммер. Где-то через минут 5-6. Где-то учитывая, да, тот фарм, который идет. Тут у нас на топе начинается перепалка. Магнус приводит. Скриера мультимойд. Хорошо. И пошли дальше. Ксяу не собирается отпускать. На, просто в лицо. Смилда. И без вариантов для Лешерака его просто под колень вырвало. Но это не два саппорта. Два саппорта не смогли все-таки убить. Магнус. Не тощий он герой. Тем более, что у него левел. Довольно здоровый. Шансы были небольшие. В два ультимейта здесь разбираются с Дарксиром. Его уже, по-моему, вообще прописали в таверне. Сколько он уже раз умер? Три раза. Причем вот он вроде не умирал, не умирал, не умирал. Потом начал подряд умирать. То от хроносферы. Потом здесь замес был. Перепалка умер. И опять снова хроносфера после лагуна Блэйд. Лина не попадает станом. Вот сейчас бы Лина станчик заизлала. После замедления этого таймволка. 30% замедление. Это не такое уж и маленькое. Я бы сказал, даже очень-очень-очень немаленькое. Еще один хит. Убили. Под салкетчером. Немаглый пытался уйти, но не ушел. Магнус приперся. Ульты нет. Магнус пришел пока вот... Тауэр не дать запушить. Шок вейвами будет сейчас отбиваться. А здесь практически вся команда. Кроме Лешерка. Самое интересное, что даже Луна тут, а Лешерка нет. Что это такое? Бремастер порзеет. Полтарь тысячи у него имеется. Ну, чуть-чуть дофармить. И будет даггер. 6-7 хп в Тауэр. Спрятался. Чего это он... Чего это он выжидает? Но никто сюда не подходит. Пойдут догонять. Но здесь видно, что они уже начинают отступать. По идее-то LGD пришли сюда для того, чтобы засейвить Тауэр. Но может они и нападут. Кто знает. Кто знает. Телекинез. Затащить, конечно, не получится. И Лина станом, естественно... Хех. Ну, по-моему, тут было видно, что не затащит телекинез. Он же не такой уж прям... Кокс-кок там. На какую рейнджу перетягивает. Ну, короче, ненамного. Так бы далеко не вытянул. Раз-тычка, два-тычка. Но Луна довольно плотный герой. Армора здесь прилично. Ее тут за два удара... Вот был бы какой-нибудь Лешрак, он бы с этих двух тычек, скорее всего, бы умер. Но это Луна. Не с двух, так с трех. Еще под бафом. Войды скоро в Баттлфьюри. Еще баф от Магнуса. Не завидую я здесь. ВИДЖИ вообще никак не завидую. Телекинез. Подсейвил. Ну и разошлись. Напасть не могут. Ну тут прям такая, знаете... Спокойная, размеренная дота от LGD. Они медленно, наверное, идут к своей победе. Луна... Посмотрите. Луна Огарклаб. Правда, за 4 минуты. На 13-й минуте... Аквила... Ну, короче, вот эти вот айтемы были за 13 минут. А за 4 минуты он купил себе Огарклаб. Ну, вообще, это, конечно... Не хороший показатель. Но я думал, что будет еще хуже. Ксяо проседает довольно неслабо. Но с фейзами вроде должен уйти. Ускорился. Может быть и не уйдет. Щит моментально спадает. Но тут и замедление начало действовать. Как только закончилось действие ускорения. Все вместе, всей семьей, что называется, собрались в VG. Это не самое хорошее, что можно делать. Луна решила пойти так отдельно пофармить от своей команды. Ну, транквильчики есть. Можно похилиться. БКБ. Как можно скорее. Ну, опять же, да, вот... Что толку от этого БКБ? Там Магнус, ульта, да, которая пробьет БКБ. И вводит хроносфера. Ну, то есть, она, эта луна, в любом случае, будет рассыпаться очень-очень быстро. Но без БКБ ловить нечего. Так как тут Лина, так как тут Рубик, тот же Магнус. Дэмэдж-то хотя бы проходить не будет. Пусть у него там ульта через БКБ пробивает. Но зато вот Шоквейвы всякие, Сквер, он не надамажит. Ну, тут много, в принципе, всякого неприятного Мэджик Дэмэджа. Не дизейбла. Так что БКБ в любом случае придется покупать. Но КПД будет не особо большим. Если вводит нафармит дэмэдж айтемы, луна будет падать очень быстро. И не важно, БКБ или не БКБ. Так, Брюмастера. Ну, Брюмастера, если только сейчас Магнус ультанет. Да ты посмотри, Лина ультанула. И Брюмастер успел все-таки юзануть свой ультимейт. Отъезжает к Сяо. Побежали пилить, пилить. Лина проседает. Лина есть стан, успеет хоть стан заюзать. Ну, тут в этих элементариях, по сути, лучше ничего вообще не юзать. Просто тупо драпать от них. Войда отправили полетать. Лешрак успевает там чуть-чуть надамажить и умирает. Ничего практически полезного он не сделал. Тут курьер, но курьера не поймают. Ну, перевернули LGD файт. Он довольно плохо для них начался. Но все-таки смогли вывернуть его в свою сторону. Не знаю, как-то... Я думаю, как-то глупо, что ли. Далеко слишком пошли, видать, в этот... Во вкус вошли ребята из VG. Подумали, что вот мы вроде как... Лина в сандале лаульту в никуда. Магнуса там довольно неплохо фокусили. Но что-то как-то вот... Не пошло. Войда даже хроносферу не потратил, что самое интересное. LGD на Тоби Тау решили сломать. Ну, в LGD тут его так просто не заберут. Придется подраться. А для того, чтобы драться, у них все в принципе есть. Ульта Магнуса. Ульта Воида. В наглую прыгает Ксяо под дабл-дема Джамо. И не завидую я здесь сейчас. Шадоу Демону. Хроносфера по двоим. Лишь рака порвали. Сейчас еще Войду... В этот Войд. Боже, Дарксиру по щам надают. Дарксир должен умирать. Ставит стенку. Вакуум. Лина успела подстанет. Езжает Дарксир. Ну и Луна смотрит на все это. И понимает, что здесь уже... Тупо GG. Купил себе рецепт на БКБ. Луна делает все, что может. Но, к сожалению, этого крайне мало. Он очень хорошо отыграл. Ничего про него сказать не могу. Все делает четко. Не умирал. При такой игре 15 на 4. Он так ни разу и не умер. Но команда... Команда немного подводит. А больше всего подводит Бримастер. Отыграл отвратительно. Очень отвратительно. Отдать ферстблат. Просто у него был вариант. Либо отдать ферстблат. Либо ультануть. Просто так. Чтобы выжить. По-моему... Ультануть, чтобы выжить. Все-таки... Было более правильным, чем... Умирать. И давать ФБ. Просто, видите, это даже необычная была смерть. Была бы еще эта обычная смерть. И то, по-моему... Ну... Глупо. Ради того, чтобы себя засейвить, можно и ультануть. Тем более, что минута там... Не пятидесятая, чтобы сказать... Вот, там, твой ульт. Очень важен и так далее. Нет, всего там какая... Шестая или седьмая минута была. Ну, все-таки, премастер склонился к тому, что... К черту. Я отдам ФБ. Ну, тут уже дело времени. Все будет зависеть от того, как быстро LGD... Соберутся вместе и захотят запушить. А они торопиться не будут. Это же китайцы. Они будут играть на верочку. Чтоб там не зафейлиться. Не дай бог не слить гейм, который уже практически победа. А Луна не собирается сдаваться. А Луна играет до конца. Луна уже почти БКБ. Этот парень не из тех, кто сдается. Тринадцатый левел. Шматье у него вполне хорошее. Только... Давайте даже на экономику глянем. Да. Двенадцать, двенадцать. И экспли и золото. Еще и Тауэр падает. Еще Рошана не убивали, кстати. Что довольно странно. Ведь Темпларка есть. Почему они не убьют Рошан? Это буквально дело там. Одной минуты. Они его спокойно запилят. Ну, не знаю от чего. Тупят. Все. И выдвигается. И выдвигается драться. Рубик ни у кого ничего не стырил. Не хочет вырывать. Так. Че Луна доделала БКБ? Да. Ну. Посмотрим, насколько... Насколько сильно поможет БКБ. Брюмастер прыгает. Да. Ничего вообще не нанесли Темпларке. Только по рефракшену побили. Сами потеряли больше хп, блин. Темпларка прыгает на Луну и БКБ никак не поможет. Вот просто реально никак не поможет. Разнесет ее в пух и прах. На ЛГД. На Хайграунде. Ну, они как бы... Как никто другой знают, как можно жестко дефать на ХГ. И туда, чтобы зайти, нужно иметь... Солидные айтемы. Преимущество-то у них уже хорошее. Но, к сожалению, пока еще айтемы, наверное, не такие крутые. Вот. Вот себе уже чего-то там несет. БКП, походу. Но. Уже другое дело. Ну, вот осталось еще убить Рошана. И там уже будет все, собственно, и сказано. Ух ты, они не стали дожидаться. Да ты что? Магнус прыгает. Хороший ультимейт. И хроносфера сверху. Ну, что я могу сказать? Давай, Вася. Сюда иди. Сюда иди. Одному по щам. Второму по щам. Луна, БКБ, ульта, ульта крипов. Больше надамажила, чем... Только Лина умерла, которую там, походу, бремастер фокусил. Эклипс. Эклипс нахреначал. Телекинез. Ну же, идет суда, Вася. Бремастер прыгнул с даггера. И получил тычку. И тут прыгает за ним сразу. Тепларка. Минус 5. Джи-джи пишут. Вг. Ну... А, чего они хотели? Чего они хотели? Магнус прыгнул. Шикарный ульт. Воид прыгает. Хроноправда, Воид поторопился немного с хроносферой. Я не знаю, зачем ее было сразу юзать. Вот здесь трое, трое под ультой Магнуса. Можно было раз ударить, два ударить, там три ударить.